Из музыкантов-писателей. Первый барабанщик группы Агата Кристи Пётр Май представил широкой публике свою первую повесть. Опубликованная в журнале «Урал», она рассказывает о становлении известных рокеров. По признанию редакторов, в повесть внесли минимальные правки, и до читателя она дошла практически в первозданном виде. До того, как обратиться в редакцию, Май дал почитать черновики и братьям Самойловым, и всем людям, которые фигурируют в произведении. Взыскательный читатель, дойдя до конца книги, воскликнет, а где же про это? Про скандалы, про пристрастия, так скажем. Я просто взял и процитировал интервью Вадима о тех пристрастиях, которые ему мешали нормально жить и развиваться как творческой личности. Произведение заинтересовало как совсем молодых поклонников творчества музыкального коллектива, так и корифеев Свердловского рок-клуба. Не все прочитали повесть до конца, но у них уже появились вопросы к автору. Почему он взялся за это? Почему литературная деятельность это не так просто вообще на самом деле? Почему именно он? То есть это же надо иметь какое-то основание, чтобы взяться за это. То есть литературный талант в конце концов. Идея написать повесть пришла в голову Петру Маю несколько лет назад. Он хотел, чтобы она стала подарком для меломанов на 25-летие коллектива. Но в результате произведение увидело свет только сейчас, на 30 лет со дня основания группы. При этом автор не стремился написать мемуары. Произведение получилось более художественным. Она сама по себе очень интересная. Просто как интересное повествование, как он сказал, да, Петр сам, про каких-то романтически настроенных молодых людей, одержимых одной идеей. Вот просто как повесть. А если ты еще и знаешь эту группу, тем больше у тебя интереса к ней. Поэтому мне хотелось, чтобы было как можно больше читателей. На публикации в журнале писатель не останавливается. В ближайших планах у Петра Мая выпустить книгу воспоминаний. В нее войдут уникальные приложения, личные письма, неизвестные фотографии и запись магнита альбома «Коварство и любовь», которая до сих пор есть лишь в архивах музыкантов. Продолжение следует...